Приветик всем! Девочки, я сегодня решила сделать пирожки с яйцами. Смотрите, у меня еще столько яиц. Маша, я еще тесто мешу только. Еще не надо, спасибо. Я тебя позову? Конечно, позову. Прямо красота. У меня вот столько яиц, и их никто не ест. Мы и так чуть-чуть поели, и все. Я думаю, чтобы они не испортились. Мне надо сделать пирожки. Сделаю с яйцами, с лучком, с укропчиком. Вот, и вот я уже, у меня в хлебопечке месяца тесто. Вот, и я сейчас вам расскажу очень простой рецепт теста, простейший и вкусный. Это рецепт теста моей свекрови, она со мной поделилась. Очень классные пирожочки получаются, и очень-очень простой рецепт. Значит, смотрите, нам надо, я буду читать, нам надо, в общем, вода, один стакан воды, теплой, дрожжи, 50 грамм, но я беру не 50 грамм, а у меня вот такие сухие дрожжи, вот такая одна пачечка. Вот у меня идет, эта одна пачечка идет на 500 грамм муки. Потом у нас идет соль, одна чайная ложка, сахар, одна чайная ложка, и мука, пол-литра, пол-литровой банки муки. И замешиваешь тесто, и положить в холодильник на 2 часа тесто. И все, и потом печь пирожки. Очень легкий рецепт, вообще, она перестала у меня уже месить. Вот, и я вот все-все, у меня получилось, я на 2 порции сделала, чтобы пирожечка получилась побольше. Я все сюда залила, в хлебопечку, поставила на режим тесто, и она у меня мешала, мешала сама тесто. Все, тесто у меня вот уже готово. Я сейчас на 2 часа его поставлю в холодильник, пока сделаю начиночку, пока что-то какие-то дела по дому поделаю, у меня уже тесто будет мое готово. Рекомендую всем, попробуйте. Итак, смотрите, я уже достала тесто, сейчас оно достало, оно немножко уже просело, оно прям такой шапочкой сделалось. Вот, уже мукой не посыпало, прилипла моя пленка пищевая. Оно, видите, в холодильнике, я так прям поднялась аж, как будто стояла в духовке. Стоит со мной тут моя помощница, да, будет помогать. Такое тесто, кстати, рецепт теста я оставлю внизу, в описании. И вот моя начиночка, вот сделала начинку, значит, у нас вот здесь яйца с укропчиком и с зеленым луком. Мама, яйца, моя косичка. Потом творог тоже с укропчиком и с лучком, так все пахнет. Мама, яйца, моя косичка. Маша, можно я сначала покажу то, что я показываю, пожалуйста. Вот, и вот детям сделала груша с яблоком тоже натерла, они у нас более такие сладкие пирожки любят. Так, сейчас будем делать тесто. Так, сейчас приводим наше тесто в порядок. Достала его, немножко подмешу. И покажу, как я делаю пирожки в свою систему. Так, достаточно. Тесто не должно быть прям крутым, но должно быть мягеньким. Ну, вот так отрезаем кусочек. Откладываем. Чем-нибудь подсыпляем. Так. Разрешает. Вот такой кружочечек. И потом я делаю вот такую колбаску. Я не раскатываю корж, потом не вырезаю стаканом, когда вот это делаю. Так. Ну, у нас пирожки будут не сильно большие. Я думаю, вот так вот, например, колбасочку. И потом вот так вот нарезаем. Кто хочет побольше пирожки делать, тот побольше раскатывает. Колбаску потолще. У нас вот так будет. Сейчас посмотрим, что получится. По-быстрому, по-быстрому. Не заморачиваясь, не делать эти круги. Потом вырезать их. Вот так вот. Суп-суп-суп-суп-суп. Быстренько. Сейчас быстро покажу, потому что мне Маша хочет помогать. А я ее тут отогнала, чтобы быстренько вам показать, как я делаю. Вот. И она мне будет сейчас помогать, будет раскатывать. Вот. Получается вот такой кружочек, да? Ровненький, пожалуйста, без всяких. Сейчас еще один сделаем. Кстати, надо включить мне уже свой, чтобы у меня все тут жарилось. Вот. И получили у меня такие маленькие пирожочки для деток. Как раз сам это вот. Берем начиночку. И залепливаем. Как вареники, да, делать. Ну, ясно, в общем. Каждый знает, как делать пирожки. Потому что я никого не научу. Это все, это суп немножко вытекает. Америку не открыла я. Так. Залепили. И делаем теперь вот так. Оп-с-пс. Оп-с. И немножко расклеилось. Оп-с. И все. И получился у нас вот такой маленький пирожочек. И когда я сейчас буду жарить, естественно, вот этим швом я сразу вниз переверну. Вот так. Сейчас нальем наше масло в сковородочку. Сковородка нагреется. И будем жарить. Вот так. Так. И дальше также таким же образом делаем еще наши пирожочки. Я сейчас пожарю сразу пирожки вот сладкие. Потому что у меня Маша уже сразу захочет. Она не дождется. Надо быстренько будет. И тоже она захочет их покушать. Так что я сразу сделаю деткам. А потом уже буду вот такую делать начиночку всякую. То, что я приготовила. Готовила. Ну все. Вот такие пирожочки у нас получаются. Естественно, в конце также покажу, что у нас получилось. В процессе буду все показывать вам. Так. Вот жарятся мои пирожочки. Вот. Так. Надо быстро-быстро заполнить сковородочку. Сейчас Маша уже пожарила. Она уже поела. В общем, она мне помогала делать с яблочками, с грушкой как раз для нее. Вот. И сказала все. Мы с ней как раз сделали. А сделали. Уже поджарили ей. Она сказала все. Мама, мне надоело уже. Ну хорошо. В общем. Так что она мне помогала. Помощницей раскатывала. И залепливала. И все. В общем, я смотрю, у меня тесто что-то маловато получилось. Ну думаю, ничего страшного. Как раз нам на сегодня хватит. А начинка у меня еще осталась. Я думаю, завтра еще свеженьких испеку. Начиночку поставлю в холодильник. А свеженьких завтра еще сделаю. Пирожочка. Что надо было, наверное, на три порции мне делать. Если не на четыре. Потому что на одну порцию маловато получается тесто. Вот то, что вы видели, я показывала. Это у меня на две порции. И я делаю так. То-то, то-то. Вот эти начинки много ложу. Ложу много. Потом кладу, господи. Кладу много. Потому что люблю, чтобы было не одно тесто. А люблю, чтобы было много-много начинки этой. И так же я когда делаю вареники, пельмени, например. Я много кладу. Потому что я не люблю, когда одно тесто. Я люблю много, когда начиночки. И вот так. Упс-су-су-су-су-су-су-су-су. И все. Быстренько насопал. Так. Ой! У нас уже поджарилось. Чуть. Пораньше я положила. А эти вот. А эти тоже уже поджарятся. Вот так. Вот так. Сюда один. Окей. Ладно. Пусть они кладенько себе жарятся. Пока я сейчас еще наделаю. Так. Смотрите. В общем вот. Вот это у меня получились. Вот где-то. Чтобы не обжечься. Детские. Для детей сделала. Детские. И сладенькие. Да. Вот. Кстати. Это Маша сама сделала. Она его и раскатала. И все. Ну в общем чуть-чуть кривоватый. Но ничего. Очень даже классный. Так что. Она вместе со мной. Я ее разрешаю вместе делать. И говорит. Учить. Думаю. Пусть учится. Потому что это все-таки будет. Будущая хозяйка. И она смотрит как я делаю. И так же пытается. Все сделать так же. Думаю. Пусть учится. Я считаю. Девочки должны учиться. С раннего возраста. Если у них есть желание. Смотреть как мама готовит. Чтобы потом. Когда вырастут. Уже могли что-то сделать. Уже что-то приготовить. Как у меня было. Я например. Тоже наблюдала. Как мама делает. И помню. Первое наверное. Мое такое блюдо. Уже серьезное. Я помню. Мама заболела. Я уже не помню. Сколько мне было. Восемь лет. Девять. Где-то так наверное. И мама помню. Заболела. Папа был на работе. Мама заболела. Слегла. А надо было кушать. Приготовить. В общем. Я решила сварить борщ. И бегала. Мама. У нас была. Ну как в селе. Знаете. Летняя кухня. Отдельно. И дом отдельно. И мама. В доме лежала. А я бегала сюда. В кухню. И готовила. И бегала. К маме побежала. Мама. Что сейчас кинуть. Мама говорит. То-то и то-то. В общем. Она мне рассказала. Что зачем надо. Кидать. В борщ. И я все это делала. И очень даже вкусный борщ. И получился. Это было мое такое первое блюдо. Борщ. Вот. Я как-то. Вы знаете. В детстве. Как-то борщ не сильно любила. А вот сейчас очень люблю. Как-то так вкусы вроде поменялись. Так. Это нужно перевернуть. У нас там. С Машенькой тоже немножко зажаренный там получился. Ну ничего. Я кстати люблю такое. Чтобы поджаренное было. Так. Ну стараюсь этих. Стараюсь сильно не пережарить. Вот. Потому что тесто более тонкое я делаю. И оно хорошо уже прожаривается. И начинки ложу так же много. Но я говорю мне, наверное, завтра все-таки придется еще чуть-чуть доделывать. Уже сегодня не буду тесто делать. Потому что еще 20 часа ждать. Вот так вот. Так. Мы сегодня еще дома. Вот. И пойдем уже завтра в садик у нас начинается. Уже считайте мы пятница, суббота, воскресенье. Понедельник. И вот вторник мы дома. Уже прям так отвыклась. Вот это в садик. За эти дни высыпались. Что завтра, наверное, будет тяжело нам вставать. Ну. Ничего не поделаешь. Придется. Так. Что тут у нас уже все поджарилось хорошо. Ой. Приляет. Поджарилось. И я вот сюда выкладываю. Все поджарилось. Очень классно. Я говорю, мне так понравился этот рецепт. Не надо заморачиваться. Быстренько, быстренько все намесим. Это тут уже поджарится. Намесим, намесим. Быстренько в холодильник. Посмотрите, вообще, смотрите, вода, дрожжи, сахар, соль и мука. И все. Вообще обалденно. И очень вкусное тесто получается. Так что всем рекомендую, всем советую. И очень вкусно, мягенькое. Для всяких разных пирожочков. Это досточка. Итак, вот что у нас получилось. Вот такие пирожочки. Это сладенькие, это не сладенькие. Вот у нас даже вот такой негритосик получился. Но ничего страшного, я его съем. Быстренько приходую. Ничего страшного, чтобы подгорелый такой. Я люблю такое. Вот. И все. Вот так на сегодня у нас. А еще что у нас? Еще супчик у нас есть кушать. Я делала в мультиварке с... Ой, скажите, как это называется? С тушенкой. У меня была тушенка. И я ее так с лучком обжарила. В мультиварочке. И сделала очень вкусный супчик получился. И гороховый, да, с горохом еще. И вот пойдут как раз пирожочки тоже под супчик. Будет очень-очень классно. Еще хотела всех поблагодарить. Сказать всем огромное спасибо. Просто огромное. Я за то, что вы поздравили, за ваши поздравления. И в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и на Ютубе. Все поздравляли. Все. Ой, так приятно. Прям слов нет. Прям нету слов. Спасибо всем огромнейшее. Просто вообще. Я уже не стала под видео там. Я поздравила. Тоже мне пошли ответы. Я уже не стала всем писать спасибо, спасибо, спасибо. Я уже всем просто пальчик, пальчиком, да, плюсик поставила, отметила. Всем большое-большое спасибо. Так приятно вообще, когда вот эта связь идет. Когда поздравления ваши принимаешь. Такие слова добрые. Вообще спасибо всем огромное просто. В общем, пробуйте печь вот такие пирожочки. И если кто-то сделает по этому рецепту, еще раз повторюсь, я оставлю рецепт теста внизу, да, в описании под видео. Вот. И кто, если кто-то сделает, пожалуйста, скажите, как вам понравилось, не понравилось. В общем, жду ваших отзывов. Все. Всем пока-пока. Или вот так. Пока-пока.